Китайские электромобили Китайские электромобили Появляется соблазн что-то рассмотреть Поэтому забегая вперед, если ответить коротко То для коммерческой деятельности И для тех, у кого пробеги большие 50 тысяч в год и больше То, я думаю, относительно известные китайские марки Можно уже рассматривать наравне с бэушными западными Любой электромобиль с пробегами 100 тысяч километров в год Как у таксистов или курьеров За счет минимального ТО и отсутствия расходов на топливо Окупится гораздо быстрее, чем авто с ДВС На бензине, дизеле или даже на газу И особенно, если и есть своя розетка с ночным тарифом Каждые 100 километров в этом случае Для электромобиля будут стоить меньше доллара На газу каждая сотня стоит от 5 долларов С учетом ТО На бензине долларов 7-8 и выше Вот и вся альхметика Ну и эксплуатация электромобиля Это совсем не то, что автомобиль с ДВС Почти нет ТО Надежность и ресурс поражают Уверен, 2-3 года даже с китайским электромобилем Проблем быть не должно Особенно, если есть гарантия, сервис Кроме того, относительно смело можно брать автомобили Китайской сборки западных брендов Вольцваген, Ниссан, Рено, Мазда, Тесла В Китае, наверное, уже почти все известные бренды Запустили свои сборочные предприятия Это то, что касается известных китайских брендов И западных брендов, собранных в Китае Но если речь идет, как меня часто спрашивают Нас предлагают редкие бренды Очень редкие Китайские модели, у которых здесь нет ни дилера, ни сервиса И пусть они стоят даже очень дешево Там 12 тысяч за автомобиль новый То здесь все на свой страх и риск И если спрашиваете, как поступил бы я При наличии свободных денег Из любопытства я бы лично рискнул И готов платить за свое любопытство Но из рациональности на данном временном отрезке Так поступить не могу А как поступить вам, решать только вам Ну и к слову, я рад, что к нам на рынок Пришло столько новых китайских брендов Они создают конкуренцию И бэушные машины Те, за которыми я смотрю Они тоже значительно теряют цене Но это, кстати, тоже добавляет дополнительных вопросов Люди сомневаются Брать, не брать и что брать Бэушный Ионик или Новый Дельфин Раньше такого вопроса в принципе не возникало И сейчас рассмотрим все эти сложные вопросы более подробно Но прежде напомню Если вам интересна статистика и история моего Ниссан Лиф Следите за текстом на экране Ставьте на паузу и изучайте Я продолжаю свой ресурсный тест И проехал за 3,5 года уже более 100 тысяч километров Смотрите предыдущие выпуски по темам, которые вам интересны Ссылка на плейлист вверху Ну и в принципе следите за ссылками вверху И переходите на плейлисты о моем опыте эксплуатации электровелосипедов Электроскутеров, электросамокатов, моноколес Пишите в комментариях свое мнение об электротранспорте Ну и если вам в принципе интересен электротранспорт Тогда прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал Ну что, подписались? Тогда поехали Итак, я к китайским автомобилям отношусь очень неоднозначно Кто-то скажет предвзято, но нет Я бы сказал взвешено И у Китая для меня есть уже сегодня интересные предложения Раньше я вот допустим смотрел бэушную Hyundai Kona Как ориентир по соотношению объема машины, клиренса Общее оснащение, запас хода и прочее Но сейчас мне интересен Volkswagen ID.4 И благодаря китайской сборке он новым у нас стоит столько же Как и бэушная трехлетняя Kona И был бы у меня достаточный бюджет А ID.4 я бы взял уже сегодня Кроме того, в бюджете 25-30 тысяч долларов У нас предлагается много китайских электромобилей Со схожими или даже лучшими характеристиками Чем у Kona или у ID.4 Что тоже невероятно восхищает И конечно же подкупает своей низкой ценой Скажу больше, в B-классе Такие электромобили, как геометрия E или BYD Seagal У нас уже стоят меньше 15 тысяч долларов C-класс 15-20 тысяч долларов И это очень дешево для характеристик и оснащения Такого класса авто И в этой категории я еще сомневаюсь Брал бы я тот же Delfin или Ioniq Если бы работал в такси, то конечно бы не думая Купил бы Delfin, Yuan или E2 А вот на долгосрочную перспективу На 5-7 лет с небольшими пробегами в год Скорее всего я наверное все-таки взял бы Ioniq или Lif 2 Он дешевле, есть сервис А надежность и ресурсы уже подтверждены временем Он не ржавеет, ну и в цене он потеряет за эти 5 лет Возможно или скорее всего меньше, чем тот же Delfin Кроме того, с китайцами все еще много неопределенности Я как-то говорил и делал видео год назад Почему я не куплю себе китайский электромобиль И пока я остаюсь при своем мнении Я не вижу в китайцах ничего особенного Каких-то супер инновационных технологий, материалов И как мне кажется технологии у них в основном все еще западные Не совсем свои Хоть они и всячески пытаются представить их своими Но как по мне они могут быстро клонировать технику Дорабатывать, размножать, улучшать Ну или ухудшать в зависимости от того, что в итоге получилось И во всем этом клонировании наверное тоже нет ничего плохого Если не перевешивать эмблемку и не присваивать себе лавры Какой-нибудь японской или западной компании Потому что что-то свое, очень технологичное Мне кажется они до сих пор не изобрели Скоростные поезда, все их хвалят Ну как оказалось это немецкие технологии Там инженеры Siemens работали А вдохновение это французская скоростная железная дорога Которая уже полвека скоро исполнится То есть у китайцев и идей неоригинальная И исполнение тоже неоригинальное Подшипники высокопрочные, скоростные Тоже это немецкая школа Программное обеспечение, износостойкие материалы и прочее Это тоже не чисто китайские технологии Все идет из Японии, Кореи, Европы, Америки Да даже посмотрите на те же грузовики Они просто до винтика копируют западные Хорошо если покупают еще патенты на них Если не просто копируют Но все эти шахманы, ситраки До наклеек на кабине повторяют 20-летние давности Маны, Мерседесы и прочие траки Вот скажите, где чисто китайский грузовик Который захватил бы долю рынка? Или имеют огромные продажи? Постоянный рост? Или допустим какой-то грузовик рвет всех на гонках Дакар? Может и есть где-то, но я вот интересуюсь этой темой Но даже при этом не знаю таких Ну или можно взять любые другие гонки Вот хотя бы взять Формулу Е Это гонки электрических болидов Наша, так сказать, тема Одно время в этой серии было даже две китайские команды Они выступали многие годы подряд А существенных результатов нет Пара побед и все Также медицина, космос, бытовая техника Начинаешь копать, а основа или корни Это Запад, Корея, Япония Технологии все западные, инженеры тоже их И все прочее тоже Либо ввезено, либо в коллаборации сделано И именно поэтому к западным брендам, пусть и китайской сборке, у меня доверия больше И это, скажем так, честнее как-то Тот же Volkswagen ID Он хоть и доработан китайцами Вроде как отличается от немецкого оригинала Но культура производства прослеживается во всем И она здесь немецкая Школа и обучение персонала также И как результат получился привычный нам С соответствующим качеством Volkswagen Думаю, там в Китае контроль качества организован Тоже немецкой компанией Чтобы и сотый, и стотысячный ID сошел с конвейера Именно таким, каким вам задумали изначально В машине есть вся документация Склад запчастей Читается он на любом сервисе вагон И это честнее, чем чисто китайский какой-нибудь джилет Для зарядный блок Инверторы в точности повторяют такие же блоки Из e-гольф десятилетней давности Но только по-другому называются И читаются не на каждой станции Или не каждым специалистам Ну вот, возможно, в батареях Китай продвинулся Дальше остальных компаний или многих компаний Возможно, в программном обеспечении у них есть что-то свое интересное Но и то не факт Стоит там хорошо покопаться И, возможно, окажется, что половина инженеров и конструкторов На их батарейных фабриках из Европы Ну и как главный аргумент Сами китайцы Те, кто побогаче Немецкий и японский автопром катают Не ведутся они на все эти супер-бива идеи С технологиями Blade Пожизненные гарантии на батарею и прочее Покупают Mercedes Платят атомную пошлину и ездят И это видно невооруженным взглядом Когда заходишь в закрытый дорогой квартал И там как будто бы на парковку в Берлине попадаешь BMW, Mercedes, Audi, Peugeot Какие-то там Cadillac и прочее Ни одной BYD или Ziker Поэтому мне кажется правильнее сказать Что те же BYD, наверное, хорошие машины Но точно не лучшие В итоге, если в целом брать какой-то чисто китайский продукт И так, чтобы он меня невероятно впечатлил Удивил, чтобы там было что-то свое, уникальное Чего нет в европейцах Такого пока не происходит Может быть, знаете, такое чудо-китайский продукт Напишите в комментариях Про смартфоны не пишите Там в них почти в любом много корейских, западных кровей Ну и вы сами, при выборе, не отталкиваясь от бюджета Скорее всего, iPhone, Samsung бы брали Или Huawei, Xiaomi Так же и с машинами Вот абсолютно новый BMW, Mercedes или Ziker BYD Ответьте себе сами Что бы вы взяли? Ну и возвращаясь к вопросу Что касается китайских электромобилей Брать, не брать И если брать, то какие? То, что касается коммерческой техники Я ответил выше Ну а то, что касается гражданских машин На долгую перспективу Я ездил уже на многих китайцах И в них, как по мне, много лишнего То, чем ты никогда не будешь пользоваться Есть у них, допустим, караоке Звездный потолок Подсвеченные нити какие-то и прочее Или, допустим, можно прямо из автомобиля Запитать потребителей на 220 вольт И это преподносит как какую-то супер инновационную и полезную опцию На пикнике можно чайник закипятить Поделиться энергией с другим электромобилем Запитать садовый домик и прочее Но что здесь удивительного? Во-первых, если так уж нужно То можно докупить домашний пауэрбанк С солнечной батареей Возить его с собой на пикник Или к садовому домику Возить можно на любом авто Даже на авто с ДВС Во-вторых, все это не ново Влив тоже изначально была дополнительная система Это такой зарядный блок Похожий на сварочный инвертор Который через чадем Мог качать энергию в обе стороны Как из домашней сети Так и в домашнюю сеть Но большого распространения она не получила Не востребована клиентами Ну и кроме того Все эти плюшки Вот лично мне они не нужны Хотя в новых автомобилях Они есть во многих по умалчиванию Если это дополнительная функция Как бы побочный эффект Ну то есть там просто брать эту энергию Из автомобиля Тогда ладно, пусть будет Но в остальном Мне бы хотелось иметь просто Удобный, надежный, ресурсный автомобиль Пусть и без эффекта звездного неба на потолке Без возможности поделиться энергией С другим автомобилем Как часто понадобится такая функция Может только в Израиле Где нельзя буксировать автомобили Там может придется кого-то подзарядить У нас любой лифт спасает товарища Буксировочным тросом Быстрее, надежнее и проще Поэтому продолжая эту тему Только цена в китайцах Вне конкуренции Во всем остальном Если говорить про бюджетные машины За 20-25 тысяч Это просто машины Странные иногда Иногда непонятные А еще возможно Из-за этого своего излишнего оснащения Со временем Они могут добавить еще и лишних проблем Когда из-за потолка со звездами Машина перестанет адекватно Включаться Выключаться Или не будет давать начать движение Поэтому только цена Как главное И чаще всего Единственное преимущество У этих китайских электромобилей Все И да, не скрою Цены впечатляют Что-то вместо Матиза Что-то чуть больше Десяти тысяч долларов Я подумывал Смотреть к покупке Даже предметно Поездил по автосалонам Смотрел В том числе Что-то подороже Возможно вместо лиф Ну BYD DELFIN Или BYD E2 Может быть Подошли бы мне E2 В рекламе у нас уже От 15 900 Запас хода там 300 километров Машина внутри Относительно большая Также мне говорили Что дельфины у нас Уже от 18 тысяч Но в том-то и дело Что от Так чтобы за 18 тысяч И в наличии Такого я не нашел А под заказ Тоже как бы 18 не получается Начинают рассказывать Что-то там Про физическое лицо Юридическое лицо Доставка до СВХ Или до автосалона Потом получается Какие-то нужно Дополнительные комиссии Заплатить и прочее В итоге все равно Получается едва Ближе к 18 Дельфин за пределы 20 тысяч выходит И это еще на уровне Устных договоренностей Это подписание договора Поэтому я пока Все еще наблюдаю За ситуацией Ну и потом я Как бы все еще Не верю в китайцев Так чтобы они начали Гнать с конвейера Хотя бы лет 5 Подряд Одну-две модели Тот же Дельфин Или этот Е2 И обеспечивали бы Их сервисом И через несколько лет Когда производство Их закончится Ну а во-вторых Было бы действительно 15-18 Скорее всего бы брал А так 18-20 тысяч долларов Это десятки моделей Хоть немного бэушных Но уже проверенных И надежных Западных Корейских Японских марок Подытожим Возвращаясь к вопросу Каких и кому Китайцев покупать Во-первых Относительно смело Можно брать Те модели Китайской сборки Которые продаются На европейском рынке А это как раз Volkswagen, Nissan, Honda, Tesla И да Производятся они в Китае Но Запад поддерживает И будет поддерживать Их сервисом Многие годы Кроме того Можно рассмотреть Чистый китайский MG Это бывшая Английская марка Выкупленная Китаем Она вышла на Европейские и английские рынки Со своими электромобилями Также BY-10 Вроде как зашла Уже в Скандинавию Где-то в Европе Их пытаются продавать Кстати Европа неохотно Их туда пускает Требует Вот кстати Обеспечения сервиса И после гарантийного Обслуживания А у китайцев С этим наверное Не очень получается Поэтому надо посмотреть Какие именно модели Туда зашли И эти модели Можно покупать Опять же Относительно смело Потому что эти модели Просто обязаны По западным законам Долгое время Обеспечивать сервисом Обслуживание Все остальные модели Это на свой страх и риск Ну и в контексте Этого разговора Нужно не обольщаться И помнить о том Что многие китайские Крупные компании Уже исчезли ZOTI, LeFant, Altmaster, HiPai Поэтому нужно быть Осторожными в выборе И рисковать Скажем так с гарантией У нас сейчас Китайцы буквально Демпингуют И я как всегда Не даю советов И не знаю Что будет Со всякими редкими машинами Такими Как допустим Этот Chang'an Benben Через год или два Но сейчас Они стоят у нас 12 тысяч долларов Запас хода у них До 300 километров Если вы курьер Или таксист За год или два Эта машина Окупится трижды И не важно За сколько она Потом продастся Следующему автолюбителю Продастся ли вообще Но это очень редкий бренд Если с ним Произойдет что-то в процессе Есть вероятность Не получится Запустить Кузовщину Пластмассу Стекла Здесь можно сделать На месте все Но если выйдет из строя Редуктор Мотор Ну или даже Программное обеспечение Выйдет из строя Есть вероятность Что можно зависнуть С этой проблемой Надолго Либо даже навсегда Но это очень редкий бренд И вот можно Совсем без риска Добавить полторы тысячи Взять какой-нибудь BYD Seagal Или Jelly Geometry И который у нас Сегодня стоит Уже меньше 14 тысяч долларов Это более распространенные Модели У нас уже даже есть Сервис Китайских электромобилей И BYD в частности Поэтому тем более Если вы берете Этот автомобиль На ферму У вас большие пробеги В доставку Или просто много Проезжаете километров в год Какой-нибудь BYD Seagal BYD E2 Дельфин Юан какой-нибудь За счет отсутствия ТО И расходованный бензин Окупится за тех же 2-3 года Многократно лучше И быстрее Чем авто с ДВС Можно рискнуть И поэтому Сейчас наверное Самое время решаться Тем кто не мог решиться Не знаю Будут ли цены еще ниже Удивлюсь Если будут Очень дешево сейчас Для объема и характеристик Этих автомобилей Просто подарок Но если говорить Про автобизнес Все же идет по спирали Со временем Этих предложений Либо не станет Либо все эти Или последующие модели Просто подорожают Помните ли Раньше Логан Альмира Шевроле Киа Или Равон Какой-нибудь Стоили в районе 15 тысяч долларов Потом был период Они стали стоить 10-12 тысяч долларов Через какое-то время Когда рынок насытился Экономика приуныла И очередной раз Вильнула Они снова стали стоить В районе 15 Или даже дороже Мой знакомый кстати говорит Что на этой экономической спирали Продал Duster Через 4 года За столько же За сколько и купил его 4 года назад Поэтому ходим Смотрим Думаем Тем более Как я сказал выше Есть много западных брендов Произведенных в Китае И интересны Особенно те Которые поставляются в Европу Очень выгодно Сегодня смотрится Volkswagen ID Не важно какой Тройка Четверка Или даже шестерка Не перестану удивляться Этим ценам сегодня В Европе на треть Эти цены будут больше Кстати Некоторые боятся Китайской сборки Западных брендов Есть мнение Что Volkswagen Mazda Или Nissan Китайской сборки Существенно отличаются От европейских ID Или ARI Но при этом Также есть мнение Что не очень-то Они и отличаются В любом случае Перспектива у них получше Чем у тех же Лифанов Зоти Или Вольтмейстеров Компании которых Уже обанкротились Ну и в заключении Небольшая история Про китайские автопромы Про таксистов Со своей розеткой И ночных тарифов Которые думают И не могут решиться На покупку электромобиля С приходом в Лиф В мою жизнь У меня появился Один знакомый таксист Который каждый раз Рассказывал мне Про то Какие электромобили Не до автомобиля Что это тупиковая Ветва развития Вред экологии Электрическая сеть Не выдержит В моем доме В деревне она не выдержит Электромобиль Не переживет нашу зиму Летом он будет Перегреваться И все это он говорил Мне лично И часто здесь В комментариях Писал по сути Одно и то же За город не поедешь Десять часов нужно заряжаться И каждый раз В подобных разговорах Я терпеливо выслушивал Его Искал аргументы Что-то доказывал Давал проехать И вы знаете Мне хотелось что-то доказать Именно ему Таксисту Зная что у него есть Своя розетка Которая мог бы Экономить много денег И работать в комфортных условиях Но ни разу Он не согласился Ни с одним моим аргументом Иногда очень эмоционально Спорил А потом просто исчез Перестал писать комментарии Перестал встречаться мне При том что ездим мы По одной дороге Но как оказалось Я не видел его Потому что последний год Он ездит на электромобиле Я в потоке искал Просто другую машину Но однажды Я узнал его на парковке Подошел А он мне даже руки не подал Обиделся Да говорит Электромобиль Это вот все что ты рассказывал Все говорит Это оказалось правда Исчезли постоянные ремонты Ежемесячные ТО Исчезла статья расходов По топливу С его пробегами в такси Экономия получилась 8 тысяч долларов в год Относительно последние авто с ДВС И он реально обиделся на меня За то что я не нашел тогда слов И не заставил его услышать О преимуществах электромобиля Еще тогда С начала нашего знакомства Три года назад Он ездит только год И сэкономил уже 8 тысяч А мог бы за 3 года Сэкономить больше 20 тысяч долларов Которую он буквально Сжег в выхлопной трубе Мне сразу показалось Что он шутит Предъявляя мне это как претензию Но нет Оказалось действительно обиделся Такая история Так что не говорите потом Что я не говорил Не убедил и прочее Хотя у меня если что И не стоит такой задачи убеждать Каждый принимает решение сам А я просто делюсь опытом Чтобы кому-то было легче Принять это решение И на этой поучительной ноте Я сегодня закончу Все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И обязательно пишите комментарии Напишите как вы относитесь К электротранспорту А если электротранспорт у вас уже есть Тогда делитесь своей статистикой Все Всем удачи И хорошего настроения Пока Субтитры сделал DimaTorzok